Всем доброй-доброй ночи, либо доброго денечка. У меня сейчас на данный момент ночь. По традиции я буду читать ваши комментарии. Два слона по тама, носятся по моей комнате. Тоши, конюшка, котята. Комментарии Яндекс.Дзен.Платформа. Канал подвал или чем. Называется 24 часа в деревне. Ева Ригмон в домике. Утро с кошками. Отличная беседа. Все семьи на кухне. Мои окна сам. Вкусный обед на кухне. Подвал или чай. 302 комментарии. Набрал. Давайте я начну по традиции читать. Ирина Графова пишет. Тот тоже и домик ковырять начал ковыряться. Слово какое-то для стройки неподходящее. Ну, подходящее, неподходящее, то на то и выходит. Раньше это слово и считалось нормальным выражением. Ковыряешься помаленьку. Где-нибудь в доме, в огороде и все. Что вам так непонятно? Есть. Раньше использовалось это слово. Не буду называть в каком заключении. В женских колониях использовалось, в общем. Ну-ка, лошади. Солнопотамы носятся. Тошек, сейчас в дом пойдешь. Иван напишет. Сейчас поймаю. Иван напишет. Если это называется, привел себя с утра в красивый вид, что было до этого. Красивый вид. А, побрился что ли, Иван? Наталья Серова пишет. Игорь, привет, рада видеть. Я с хорошим настроением. Удачи на целый день. Позитиво. Спасибо, Наталья, за хорошие, теплые комментарии. Нина Абраменкова пишет. Чего-то сегодня с хлебом к камере не побежал. Что-то набегался, наверное, да? Вот и не побежал. Ой, шейка моя. Налина Пешнигаряева пишет. Ой, типа у меня шея. Так, Налина Пешнигаряева пишет. Я поняла, почему они шикуют. Тащу с магазина всякую ерунду. По пять пакетов заказываются с вкусняшками разными. Они на картошке деньги экономят. Вот купили бы за 200 рублей участников ведро картошки, нет. Нужно доедать свою позеленевшую, пророщенную. А денежки пойдут на магазинские блины. Хозяйки этого дома никогда. Блины печь и задравшую картошку чистить надо. Налина Пешнигаряева заелись. Это такое слово, как зажрались, зажрались. Раньше любой картошке все рады были. Да многие рады. И, блин, нормальная картошка не убрасывает жаре. Надо доедать. Лошади? Лошадки? Ладно, лошади носятся. Там у меня куча проводов под столом. Ну-ка, лошади. Стадо лошадей. Два котенка заменяют стадо слонов на патронов, да? А, Яршов Наталья пишет, совсем с брендели. Уже и печенье делят, скоро до хлеба дойдут. Ну, почему не поделить печеньки? Красивый пишет, еворемонт. Вот какой, оказывается, еворемонт на самом деле. Ну, а чем вас слово не устраивает? Еворемонт. Да, еворозетки. Кстати, еворозетки пошло выражение от этих, от розеток заземлением. Начали называть. Это я, знаете, мне еще было, когда до армии, только 18 исполнилось. Вот эти еворозетки только пошли в магазины с заземлителем. У себя-то я установил без заземлителя, потому что не вижу в этом смысла. Если что-то током бьет, надо отдельно заземлять. А не на ноль. Садить. Лишняя трата денег на кабель. Тем более, сейчас не дешевый. Кабель, на провода, ну вот это так. Нина Абраменкова пишет, купи окномойку. Это типа швабры с поролоновой насадкой. Очень удобно мыть с улицы. У нас окна тоже высоко. Самому 73 года. Понятно. Спасибо за комментарий Нина Абраменкова. А мне так удобнее. Потому что мне надо эти трапки менять. Там же трапками, когда моешь. еще само окно. Вот эти подоконники, вот эти уголки. Все. Как можешь по возможности. Моешь. Красивая пишет. Каждый день в магазин. Это же сколько можно кушать. У них там табор живет. Табор кошек. Милена Малова пишет. Тюа, шо такое? Тюа, шо такое? Распаковка нынче странная. Не посвать ли нам гонца за бутылочкой венца? Да я просто устал, Милена Малова. Я же все равно что-то делаю. Я чем-то занимаюсь. Не бухаю. Даже бы если бухалка. Какое дело? Правильно? Так, не мудрено, что блогер-домик строит. Крик такой, визг называется и жизни. Так, кричать, инсульт, давление. Про картошку вообще шедевр. Тут черная картошка, которую и поросятам не дашь на столе. Ломки колбасы, а уж масло. Ложка есть. Если бы масло, то пальму. Понятно, короче. Фактически бессвязная речь от Милены. Красивая пишет. Мама Галина, хозяйка, даже окна сын моет. В принципе, я могу помыть. От безделия скоро совсем не то будет. А картошку эту давно выбросить пора. В ней уже яды есть, ее нельзя. Ну, как яды? Всю жизнь люди ели, и тут от ядов не отравились. Вы не забывайте, яды меланим, по-моему, скапливается. Когда картошка клубни, картофель, попадает на свет, например, растет картошка. И вот если она плохо окучена, вылазит картошка, она питает вот этот солнечный свет, вырабатывается и от меланин. С зеленого цвета обычно накапливается. Вот его нельзя. И сами вот эти, как помидорки, которые свести начинает, этот картофель тоже нельзя яд. Где там яд, а от чего они там скопились? Так, красивая пишет, а помидоркам тахана пришла. Мне просто жалко растения, они тоже живые. Красивые. Если вы понимаете, о чем речь, значит, вы вообще ничего не понимаете. Знаете, почему вы ничего не понимаете? Потому что вы ни разу не садили ни рассаду, ничего. Вы знаете, любую рассаду, даже вот когда пересаживаешь, любую рассаду, помидоры, капуста, хоть что. Когда пересаживаешь на новое место, вы видели, как они вообще выглядят? Вот когда вот они так упадут, когда вот рассаживаешь это все, упадут помираючи. И нужно время, чтобы корневище, само растение, окрепло. Окрепло время, неделя, две недели, чтобы окрепло растение. Уже встало, приподнялось. Ой, красивая. Вот жизни учите, а сами толком ничего не знаете. Так, еще красивая пишет у нас. Кто-то цветок молоча и мусорки вынес, и листика пожелтевшая. Я забрала дома, реанимировала, и теперь у меня весь зелененький. Листья новые полезли. А реанимировали, это значит, оторвали три этих желтых листочков. Мне на самом деле не нравится молоча, но он ведь живой. Так, кругом у нас он... Выйдешь, травы сколько? Трава тоже живая. Береги не хочу. Людмила 1218 пишет, «Окна, наверное, сияют от частоты, после того, как сынолька помыла их носовым платочком». Ну, не носовым платочком, я мыла. Я специально хорошо стекол протирать. Для машин вот это резиновая, как она, трапка называется, которую отжимаешь, хорошо моешь. Вот именно стекол сами мыть ей хорошо. Специально для машин такая. Так, Людмила 1218 пишет, «Окна мыть – это прямая обязанность настоящей хозяйки». Ольга Чивокина пишет, «А что мясо с печеньем только ел? Радом же варенье стояло. Как же забыл намазать, как всегда». «Я вареньем не мажу и фактически его не ем». Специально, чтобы писали, а Васильич, видно, за мемуары взялся с тетрадкой, и списанной сидеть несколько дней не смотрел, а у Вас все тоже. Так это ж хорошо, Ольга Чивокина, что у нас все тоже. Стабильность, признак мастерства. Да? А что у нас будет меняться? Жизнь идет. Моя бедная шея. А что у меня шея? Видно, продуло, что ли? Вот домички, это... Ак-это отдуло окно открытое. И чуть-чуть поддувает. А может так, что ходишь. Ирина Дэ пишет, не поняла. Окна моют, а занавески не снимают. Обычно снимают занавески. Да не снимают занавески, если есть возможность отодвинуть. Если вам хватает длины гардины, чтобы отодвинуть занавески, а почему бы их не отодвинуть? Смысл снимать занавески? Так, Ирина Дэ пишет, окна занавески стирает, гладит и чистые, вешает на чистые окна. Лично я перед Пасхой всегда так делаю. Так и мы тоже делаем. Мы вот стираем. И эти. Лошадки. Это я вам к кошкам. Лошади носятся. О, моя шейка. Так, Людмила. Ну-ка! Таша, сейчас пойдешь домой. Все. Людмила Холостова, чтобы не забыть, надо на обувь написать лучше татушку набить, какого цвета проводок следует разрезать в экстремальной ситуации. А ситуация такая все непременно прибудет. Людмила Холостова, спасибо, что вы сомничали за такой комментарий. Но, блин, не понимаете вообще, вообще о чем речь? Там, знаете, когда снизу-то все видно, на крышу-то залазишь, там уже много проводов. Это обязательно надо делать. Я уже сам по себе электрик. Для меня это не составляет никакого труда. То есть, я не просто штаны просиживал. Вот учился. Я закончил училище, я учился три года. Вы! Лошадки! Лошадки! Пыль до потока. Смотрите, я учился три года в училище, сдал на повышенный разряд. А вот обычно три года учатся, третий разряд получают и вторую группу допуска. Вот в училище три года учатся. В техникуме учатся четыре года, получают четвертый разряд и вторую группу допуска. А я за три года на повышенный разряд задал четвертую группу допуска и четвертый разряд получил. То есть, я год штаны не просиживал в техникуме, потому что понимал. Что-то все равно забываешь навыки не те. Ну и пойдет. Нормально пойдет. Главное, что-то умеешь. Ладно. Потом я еще... Смотрите. Вторая группа допуска там же идет она до 100 вольт. То есть, нет такого напряжения фактически, если в переменке. Я сдал на третью группу допуска до 1000 вольт. У меня сейчас четвертый разряд и третья группа допуска. Там где-то вон корочки валяются до 1000 вольт. А там, по-моему, четвертая группа допуска до 10 тысяч вольт. Пятая уже, по-моему. Не знаю. 100, наверное. Сколько там? Фиг его знает. Так, Люмилен Холстал пишет. Так, это я уже прочитал. Так что свет проводов имеет значение. Это знаете, как фокус вам показать? Вот розетка. Я могу, например, любую розетку засунуть в гвозь и держаться руками. Прям сейчас сделать. Легко. Потом лампочку включить и током не ударит. Там дело все в хитрости. Там идет нулевой земельный провод и он током никогда не ударит. Потому что просто земля. идет фазный. Который притянуть не притянет, но хорошо. Потанцуешь с ним, потрясет. Тень, 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 тень. Кирина пишет, я поняла, воды нет и весь и стиратель все-таки на своей посадке вылил. Как воды нет. Как воды же нет. нет. Нет, не попалась. Тушку надо поймать. Это Нюшка здесь лазит. Котяра. Смотрите уже какой котяра. Вон он уже какой. Уже тут, уже, уже тут, уже тут не помешается. Уже тут котяра, смотрите. Уже тут тоже 4 месяца. Уже тут целую, это, лошадка. Иди, лошадка. Так, что-то я маленько и это. Тух, 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 тух. Вы-то мне не это. Все, дальше, 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 дальше. Речка пишет, мама поросячью еду изобретает. Вкусную еду, а не поросячью. Цивильную. Инкогнито 3690 пишет, камеру протри, вся мухами засижена, ее не протереть. Это, помните, у меня объектив падал, его уж выворачивал, так вот ломал объектив. Я его с трудом разобрал, и там, когда увеличиваешь, смотрите, сейчас солнца много, и приходится вручную объектив затемнять с помощью вот этих клавиш. И там, вот когда сушение происходит, в самой линзе, там ее почистить нельзя, у меня нет такого инструмента, чтобы там линзу разобрать и убрать эту пыль. Объектив стоит 30-40 тысяч, а то и полтинник. Самый дешевый, дешманский, вот именно, к этой камере, тридцатку стоит. вот так вот. Это тогда еще, зимой, когда этот, а, мусик мне завалил, его прямо шоу, выгнал, он так хорошо завалил, штатив прям так, прямо об этот, там еще этот, классно он его вывернул, помните, что я с трудом починил, ставил, но ему досталось. Бумеранг пишет, кому не спится в ночь глухое. Пацанули красотули. Геннадий Энн пишет, все всегда плохое видят, а что Игорь сегодня причесаный, никто не увидел. Спасибо за комментарий. Милена Молова пишет, мысли вслух птички на ветвях моей души, их дорога моя жизнь. Спотыкалась моя жизнь, но я шо и шо и шо. Поймаю сейчас кого-то. Еще одного зверинца поймал, Нюшка. Нюшка. Звер. Звер. Красивое кусочко. Съемочка. Съемочка, знаете, все ты будешь со мной, а то, что пойдет домой. Сейчас закончим. То, что ты взял в дом, а это Нюшка со мной. Так. Радиса Бурова пишет, Васильевич, как ты с мамой Галиной столько прожил? Возможно, и ты не подарок. Но она просто невуносима. Суваж не вставит никому ужас летящим на крыльях ночь. Это из черной плаща, что ли, выражение? Вот так она и сына воспитала для себя. Затюкала с детства. Теперь сидит, повелевает. Мама не повелевает. То есть я сам волю, а выбирает то, что хочу. Знаете, я и без мамы всегда что-то делал. Я еще с детства привык что-то хручить, что-то делать. Что-то надо и не надо. Так, Игорь, ровно по бегушку. Да ерунда. Ольга П. пишет, Галина могла бы пожертвовать свою футболку для мытья окон. Она и до чего уже ленивая. Она на улицу пошла. Ха-ха-ха, я тебя поймал. Я тебя поймал. Я тебя поймал. Ха-ха-ха. Что? Нет, он на улицу не пошел. Сейчас это побежит. Это. Негодяйка. Елена пишет, и все-таки они счастливые люди. Живут, поживают, не знают, что больны. С вами вот такие, Елена. Датушек на голову. Это комментарий так написан. А Бумеран пишет, такое впечатление, что смотришь один и тот же ролик. Опухшее лицо, кормежка, кошек и собаки. Бумеран, но вы же смотрите и пишите, пишите и смотрите. Вон всех, если вот влаговики, кто снимает повседнево, у всех одно и то же. Да редко что-то такое... А-а-а, темне тут это. Редко встречается что-то новенькое. Ирина пишет, вот, мама, слово не даю стоять, Владимиру Васильевичу. Так. Геннадий Ян пишет, а что такого? Сын помог маме окна помыть, вам, наверное, дети ему помогают. Точно. Вот вы и беситесь, а мне тоже внучки, и дети моют окна, и я рада. Точно. Пока молодая была сама была надежда, а Игорюк молодец. Точно. Точно, точно, точно. Я согласен полностью. Как будто у всех такие дети золотые, родители, а взрослыми становятся, и на руках каждый день тускают. Мамочка, 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 папочка, папочка, папочка. Да нифига подобного. Многие вообще, как кошка с собакой живут. Либо они общаются, либо общаются. Другом. А то все везде идеальные, и все-все умеют. Притом все-все знают. Все умеют. Наталья Игнатьенко пишет, Господи, Галина, дай слово хоть Васильичу сказать, действительно разговорчиво. Умиран пишет, мама, на крымсало куски колбасы. На доске. Записки дегустатора пишет, вся палитра. Так, записки дегустатора пишет, евро-ремонт в домике. Конечно, евро-ремонт. Что, это не евро-ремонт, что ли? Там точно евро-ремонт, конечно. Светлана Дмитриева пишет, моет окна и моет. Не все ли равно кто? Мне тоже иногда муж на балконе с улицы помогает. Я боюсь высоко, точно Светлана Дмитриева. А у них прямо можно лесенку и с улицы мыть. Игр молодец, помогает. Да? Ну, с этих сокон удобнее мыть. Людмила пишет, Игорь, родители снимать лучше по отдельности. Они все вместе не уживаются, так как мамуля всегда права, и голос у нее звонкий. Ей нужно йогой заняться, чтобы владеть своими эмоциями. Такое эмоциональное поведение негативно сказывается на здоровье. Тебе нужно ее поберечь. Понятно. Катейка пишет, Девятнадцатое мая, С днем пионерии. Поздравить хочу сегодня от души, ведь чтоб сейчас не говорили, те годы были хороши. Желаю не стареть душой, мечтой всегда, всегда гореть, идти вперед и не сдаваться, и с оптимизмом вдаль смотреть. Пускай воспоминания гореть. Прекрасная юность ведь была. Желаю вам и процветания, добра, душевного тепла. Всех пионеров с праздником. 19-го, значит, мая, день пионеров. Я и октябрен ко мне был. Но не успел. В 87-м году. Сейчас уже лет много родился, а вот когда был 87-й год. Сейчас уже. Ладно, Анна Попкова пишет, что маму ли красоту, ли с глазами опухли, и красные глаза. Даже окна помыть, сынка помог. Да, ты пришел? Ты пришел? Ха-ха-ха! Туда-сюда! Туда-сюда ходишь. Можете лошадь? А, лошадь, он со мной ходит. Он, кстати, со мной любит ходить на улицу. Да, у нас тоже был сынка, Иннокентий. Ушел навсегда. Принадный был. Так, котейка пишет, с добрым утром, с новым днем. Спасибо, котейка. Сколько там уже с вами? 24 минутки. Котейка, спасибо за цветы. Котейка пишет, я желаю вам мира в душе и спокойствия в завтрашнем дне. Желаю вам сердца любви, счастья и радости. Бог вас храни. О, кот и ромашки. Удачи, везения, вдохновения, отличного настроения. Спасибо, котейка. Ирина Берлина пишет, куски колбасы от души нарезал. За сегодня съедят, завтра новую. Ну да. Не за сегодня, а за два дня. Так, Милена Малала пишет, Игорь, желаю тебе хорошего чуда во дне. Пускай сегодня тебя ожидают только приятные и добрые моменты, в которых будет радость и хорошее настроение. Все дела выполняй на легкие, без лишней суеты, чтобы не переживать и не огорчаться. Спасибо, Милена Малала. И за картинку. Галина пишет, Галина опять кричит. Так, я буду спешить. Спасибо за прекрасные картинки. Ирина Берлина пишет, сколько картинок от Милены Маловой и котейки. Много и все хорошие картинки. Дарья Колесникова пишет, Ковыраюсь. 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 Эмиль Галимов пишет, Игры с изюминкой должны быть булки. С загадками детские книжки. А человек с мозгами. Васильича затюкали, не дают высказаться. Эмиль Галимов. Наше время. Кушай вкусняшки и меньше трепи языком. Вот и все. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, кушаешь вкусняшки, кушай вкусняшки. Будь всем доволен. Не надо вот писать ерунду. Юлия Лялина пишет, Привет, ты сегодня классный, без всяких петровожных. Всегда бы так. Кто кривляешься, как разная девица, да, Игорь? Да я не кривляюсь. Ну, Тушка в ногах валяется. Ой. Бедная моя шея. Юлия Лялина пишет, я даже определение твоей личности делала, сделала ты социопат, но ты мне нравишься, хоть и страшненький. Ну, нифига себе положительный в кавычках комментарий какой. Ты мне нравишься, но ты страшненький. Классный комплимент. Это вот так подходишь, например, вот хочет парень познакомиться с девушкой. Ты мне, девушка, нравишься. Вашей маме зять не нужен. Ты хоть и страшненькая, но все равно тебя полюблю. Интересно, как любая адекватная девушка, женщина отреагирует. Я тебя люблю, но ты страшненькая. Ой. Что такое поедение? Начитаешься, вот читаешь, читаешь комментарии. В основном, одни и те же комментарии. Один и те же. Ольга Форест пишет, родители всегда спор, о чем бы они ни говорили, всегда противоречие друг другу, не уступят и не согласятся, особенно Галина Павловна, всегда последнее слово, должно быть за ним, прорывая или нет, все равно не уступят. Да. Может, да. Юля Лялина пишет, я вот даже маме не могу помочь по дому, я в Москве, она в Екатеринбурге. Понятно. Звоните чаще, маме будет приятнее. Да и вообще. Просто я пишет, очень злая женщина, почему? Юля Лялина пишет, Игорь, у тебя почки не увозят, вроде мало пьешь воду, отеки какие, может, мочегонное попить, нет этого, немножко подрасполнял, сейчас за лето сброшу вес, немножко поднабрал вес. А, Дракова 67 пишет, Игорь, да пусть мама хоть что-то делает, но не до такой же степени, нет, мама и так делает, старается, мы с мамой, фактически отец иногда помогает. Так, ладно, почитаю до конца, ой, еще одна, они ходят тут, взаимосменяют друг друга, взаимосменяют, мушка, кстати, любит смотреть, как расчесываясь, все, все, заскреба, заскреба, ух ты, Дракова 67 пишет, Игорь, да пусть мама хоть что-то делает, но не до такой же степени, тебя загружает, ты и так содержишь, со своего канала, деньги, я не содержу родителей, у них пенсии, так, что мама в тебя вцепилась, давай удачи тебе, благоустройся домика, вы подписчики, не смейтесь над Игорем, лучше бы что-то доброе, ему написали, что же вы за народ такой, но живет он как может, и пусть, Дракова 67, спасибо за положительный комментарий, за, ну, действительно, вы в одном правы, просто живу, не косячу, в плане, закон не нарушаю, вот никакой, просто живет, знаете, так спокойней жить, вроде, что-то делаешь, 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 не бухаешь, нигде не фестивалишь, никуда не попадаешь, ни в какие эти придраги, так спокойно живешь, просто живая жизнь, так легче, не знаю, просто живешь, вот с кошками, да и все, да тут спокойней, что-то делаешь, делаешь, копаешься, Елена сама забанилась, Вариса Иванченко пишет, Васильич, где твои костыли, помоги маме, ага, Атаманты или кто, Юлия Лялина пишет, ты покупал матрасы, от него хорошая клевночка, осталось, накрыть помидоры, не, не надо, Юлия Лялина, не надо, что я уже с вами, 30 минуток, стихи от Жанны, сын Кагаля угодил, целых два окна помыл, шесть, он сейчас помыл, мама чистила картоху, Васильич что-то там писал, потом цеплялись понемногу, ведь никто не уступал, на вор пошла их вся беседа, но, впрочем, это как всегда, не слышат, ведь они друг друга, вот этом кроется беда, нет уважения в семье, да и семьи здесь вовсе нет, как собутыльники втроем, все делят, делят на троих, и так у них заведено, и не изменится, ама, вот такие стихи от Жанны, вот такие стихи от Жанны, Геодория пишет, чтобы не говорили, Игорь бережет родителей, все делает, сам я понимаю, Галину Павловну, ушли сил, порой думаешь, чему переживать, угасание жизни, но утром встаешь, и начинаешь что-то делать, да, измена от холостов пишет, что-то кисло-молочное, суживает глубоко желтым налетом, по краям посуда, возможно, сырковая и творожная масса, плюс колбаса и хлеб, печенье, Курабье, и все одно, вкусное печенье, Курабье, это, по-моему, песочное печенье, вот идет в форме цветка, и сверху варенье, Курабье называется, и все одновременно, и в одно лицо, кто-то еще, типа, Елены, будет сомневаться, что он такой, понятно, оскорбления не читаю, не хочу, Нина Гусева пишет, вот мама из магазина вернулась с вкусняшками, Алла Редькина пишет, молодец, спасибо, Алла, Вера Лу пишет, и шторы, и тюль стирать не надо, не надо, они недавно стираны, выстираны, постираны, Вера Лу пишет, я живу в Москве, живу на 17 этаже, этажей, сама мои окна, а я постарше, мне 66 лет, и неужели она не может помыть окна, но, наверное, и все остальное, зато по магазинам исправно выручку делает, да и ножки, и ручки не болят, да болят, мама, фактически, ваша ровесница, фактически, ваша ровесница, Сэммэнэс пишет, а что колбасу не делите, очень много едите, у вас у всех ожирение, остановитесь, пока не поздно, понятно, Людмила Максимова пишет, заклейте рот, всем не дает слову сказать, параллель кричит, старайся переключать, ой, я уже заговариваться начал, устал, у меня уже ночь, сегодня, проковырялся с проводами, ну, какое это слово, да, нелюбимое, проковырялся, а женщины смеются, жаргонное выражение, это в женских колониях, сами знаете где, так, 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 Людмила Максимова пишет, мама кричит, децибелы зашкаливает, у меня звон в ушах, я перемотал уши, у меня свои, они казенные, жалко, их и голова может заболеть от визга, Воронина 02 пишет, игрок объяснит, для чего столько саморезов, задал этот вопрос, знакомый параду, бы не смог ответить, ну, парад, значит, нифига не парад, так только языком, вообще, в любом строительстве, большое количество саморезов, по дереву, и вообще саморезов, потому что, многие листами, и полы, и везде, они уходят, как семечко, как куча, куча семечек, вы знаете, сколько в домичке, крутил тысяч саморезов, у меня вон еще сотен, пять лежит, их надо вкручивать, пять сотен сделать, для чего это делается, это нужно сделать, на полы обязательно, большое количество саморезов идет, но я уже прокрутил, всем пока, пока камера перегрелась,